В Южной Корее завершились всемирные военные летние игры. У российской сборной 135 медалей, из них 59 золотых. Первое место в общекомандном зачете. Участники соревновались и в обычных видах спорта, например, волейбол или велогонки, и в таких дисциплинах, как прыжки с парашютом, стрельба или ориентирование. Обо всем подробнее Георгий Алисашвили. На церемонии открытия многие обратили внимание. Только российский знаменосец держит флаг своей страны одной рукой. Весь круг почета. Удивлялись даже те, кто разглядел в 7-тысячной толпе спортсменов олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Алексея Мишина. Ему что, не тяжело? И что это такой знак соперникам? Только борец может одной рукой нести флаг. Ну, не легкий, я вам хочу сказать. Для большинства участников эти игры, которые еще называют Олимпиадой для военных, последние и главные в сезоне. Раперистка Инна Дереглазова говорит специально. Инна выходила на пик формы к началу октября. Но не учла одного. Выступать придется почти сразу же после тяжелого перелета. И все равно золотая медаль. В финале Дереглазова не оставила шанса в итальянке. Вот только сил радоваться победе уже не было. И дело не в сопернице. Аклиматизация происходит. Постоянно хочется спать. Непонятно, какое состояние. Отмечать? Наверное, все-таки сном отмечу, потому что я очень жутко хочу спать. А там посмотрим. Среди призеров нашей сборной не только известные спортсмены, но и дебютанты. Есть даже ребята из прошлогоднего призыва. Пошел в армию примерно год назад. Через месяц у меня дембельки со срочки. Служил в Санкт-Петербурге. Солдат. Помогает ли участникам служба в армии? Ну а как иначе, если, к примеру, ты занимаешься парашютным спортом, а служишь в ВДВ? Дмитрий Максимов побеждает на этих соревнованиях уже во второй раз. На языке парашютистов его амплуа называется точнист. Он чемпион по прыжкам на точность. Номинация называется точность приземления. Задача с высоты тысячи метров попасть в мишень диаметром 2 сантиметра. Программа соревнований 10 прыжков. То есть 10 раз кто попал, тот победил. А борьба была нешуточная. Велогонщица Наталья Боярская обошла фаворитку из Бразилии лишь в последнюю секунду. Пришлось обратиться к фотофинишу. За 300 метров мы поехали финишировать. И получается она у меня уже выигрывает. Я не сдалась, я все равно до конца стала бороться. Так получилось, я в миллиметр выиграла. Легкоатлеты, борцы, боксеры, пловцы наши спортсмены собрали невиданый урожай. Только золотых медалей 59. Абсолютное первое место. Далеко позади остались бразильцы и китайцы, которым все прочили победу. А некоторым хватило времени не только себя показать, но и корейских волонтеров научить играть по своим правилам. Видим, что играет, решили тоже поиграть. Сначала играли в футбол, но тут мы решили, что пора менять, наверное, тему. Как-то у нас не очень получалось футбол, но мы решили поиграть в картошку, научили иностранцев. Их запомнят надолго. Побит рекорд 20-летней давности, который, кстати, тоже принадлежал сборной России. Георгий Алисашвили, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова